Всем привет! Добро пожаловать в следующий урок. Сегодня урок 13 и сегодня мы будем с вами изучать Present Simple. Сегодня мы изучаем именно вопросительные предложения. Как всегда, мы с вами будем учить новые слова. У нас будет куча практики по заданиям. И я напоминаю, что этот курс взаимосвязан. И если вы не видели предыдущие уроки, то вам следует их изучить. Иначе выполнение этого курса будет абсолютно неэффективным. Этот урок по Present Simple, наверное, будет самым объемным и самым сложным. Тут вам предстоит выучить больше всего информации. И именно в данном видео мы будем с вами говорить больше про вопросительное предложение. Но понимание Present Simple будет складываться из предыдущих уроков. Поэтому обязательно их пересмотрите. Я думаю, что мне не стоит объяснять, что такое вопросительное предложение, зачем они вам нужны. Если вам нужно будет задать кому-то вопрос, они учатся в США, они работают там-то, там-то, они любят то-то, то-то. Это все вопросительное предложение. И в английском они имеют определенные правила. То есть там не получится строить вопросительное предложение, зная только правил для положительных. Это разные вещи. Они учатся в США. Это положительное. Они не учатся в США. Это уже будет отрицательное. Отрицательное предложение мы с вами разбирали в предыдущих уроках. Теперь что нам нужно с вами запомнить? Для того, чтобы построить вопросительное предложение с действием, мы ставим do или does в начало предложения. Обратите внимание, вопросительное предложение именно с действием. То есть в вашем предложении должен быть другими словами какой-то глагол. И в этом случае мы поставим с вами do либо does в начало предложения. Разница do, does мы уже с вами проходили. По сути это одно и то же, один вспомогательный глагол. Это просто его разные формы. То есть are you with they, если у вас подлежащее, то вы берете do, а does берете, если ваше подлежащее будет he, she либо it. Допустим, у нас есть предложение. She likes flowers. Ей нравятся цветы. Как мы с вами зададим вопрос? Мы с вами помним, что сначала мы должны посмотреть на предложение, есть там действие или нет. В данном случае действие есть, да, любить. Значит, в этом случае мы поставим с вами в начало предложение do либо does. Мы с вами видим, что это она. Со словом она мы должны с вами взять does. Вот тут мы с вами это снова видим, да, это она. Соответственно, мы говорим does she like flowers? Нравятся ли ей цветы? Это уже будет вопросительное предложение. Как видите, ничего сложного. Следующий пример. Они пишут письма. Давайте попробуем делать вопрос. Мы помним, что когда есть действие, оно у нас есть, это писать, то мы просто ставим do либо does сначала. Do they write letters? Они пишут письма. Так у нас будет выглядеть с вами вопрос. Мы с вами просто поставили do в начало предложения. Do, потому что предложающее это they, а не he, she it. Иначе был бы does. Ну и по аналогии с отрицательными предложениями, после вспомогательных глаголов do либо does, следующий глагол идет в начальной форме. Поэтому, когда вы будете делать вопрос с действием, да, вот, например, does she like fast food? Ей нравится fast food? У нас есть тут does. И, соответственно, значит, глагол, который у вас будет потом идти, like, он будет идти у вас без всяких кончаний. То есть, ошибкой говорить does she likes fast food? Это одна из самых популярных проблем у новичков. И тут, конечно же, у вас мог возникнуть вопрос, как и в предыдущих правилах. Что же тогда делать, когда действия нет? Как мы с вами будем делать вопрос? И для этого есть вот такое правило. Для того, чтобы построить предложение без действия, мы с вами должны поставить to be в начало предложения. To be, еще раз напомню, это am is либо are. Соответственно, вот наш пример. Она из Франции. She is from France. Тут нет действия. Значит, мы должны поставить с вами to be в начало предложения. Is she from France? Она из Франции. Идем дальше. Следующий пример. Они из России. They are from Russia. Снова нет действия. Значит, мы ставим to be в начало предложения. Are they from Russia? Это будет правильный вопрос. Теперь давайте все обобщим. Если у нас в предложении есть действие, то для того, чтобы сделать вопрос, мы должны с вами просто поставить в начало предложение do либо does. А если действия никакого нет, то в начало поставим to be. Это am is либо are. Давайте посмотрим, например. His name is John. Его имя John. Мы с вами видим, тут нет действия, нет никакого глагола. Поэтому мы поставим to be в начало предложения. Is his name John? Это будет правильное вопросительное предложение. Следующий пример. She lives in Canada. Она живет в Канаде. Мы видим, что тут есть действие. Поэтому мы возьмем вспомогательный глагол do либо does. И поставим его в начало предложение. Does she live in Canada? Она живет в Канаде. Это будет правильным. Также в жизненных ситуациях и в заданиях, которые будут у вас идти позже в конце урока, вам понадобятся краткие ответы. Примеры употребления кратких ответов вы 100% слышали. Ну, возможно, вы видели предложение do you speak English? Ты говоришь по-английски? Человек говорит yes, I do. И поэтому давайте разберем, как делаются эти краткие ответы. То есть, другими словами, это просто ответить на предложение да либо нет. То есть, посмотрите. Ты живешь в России? Человек говорит yes, I do. Do you live in Russia? Yes, I do. То есть, другими словами, просто да. А вот это вот I do или I don't, вы это не переводите. Следующее. Are you Brazilian? Ты бразилец? Мы говорим yes, I am. Ну, либо no, I'm not, если это нет. То есть, какое правило кратких ответов мы должны с вами тут уяснить? Мы с вами видим, если нам задают вопрос do you live in Russia? Мы видим, что вопрос начинается с do. Соответственно, мы это do будем использовать с вами в ответе. Мы говорим yes, да, мы соглашаемся. Потом мы говорим I, да, мы же отвечаем про себя, поэтому говорим I. Ну, и затем говорим do, так как он идет в начале предложения. Ну, либо no, I don't. По идее, то же самое, только мы говорим no и еще оставим not после do. Вот, это нужно запомнить. Are you Brazilian? Ты бразилец? Мы говорим yes, потом I am. Соответственно, мы с вами видим, что are you Brazilian начинается с to be. А это to be. Значит, это to be у нас должен идти с вами в ответе. Мы говорим yes, I am. Либо no, I am not. То есть, мы сначала говорим yes, да. Потом мы говорим же про себя, поэтому говорим I. И так как у нас вопрос начинается с to be, этот to be мы с вами ставим в ответе. Yes, I am. Почему у вас не I идет, а am? Потому что с I сочетается именно am, а не a. Просто в вопросе там a сочетается с you. Соответственно, вы должны сочетать правильное to be при ответе. То есть, подытожим. Если вопрос начинается с do либо does, то и в кратком ответе будет do либо does. Do you live in Russia? Yes, I do. Does she like animals? Yes, she does. Ну, либо no, I don't. И no, she doesn't. Когда мы с вами говорим в отрицании. Если вопрос начинается с to be, да, это am и за, то в кратком ответе будет то же самое to be. Просто вы должны его сочетать с вашим подлежащим, да, про кого говорите. Ну, например, I am from Russia. Ты из России. Мы же говорим про себя, да, поэтому I. Yes, I am. Либо no, I'm not. Is she kind? Она добрая? Yes, she is. No, she isn't. Мы говорим про нее, поэтому сначала yes, потом she. Мы берем правильно to be she, это is. Либо no, she isn't. В заданиях в описании к этому видео у вас будет куча примеров. Вы сможете потренироваться. Ну, и затем сверить ответы по этому видео. Ну, и как всегда, в конце урока нас ждут новые слова. Давайте с вами посмотрим, что сегодня. Газета – это newspaper. Птица – bird. Сигареты – cigarettes. Солнцезащитные очки – sunglasses. Кошелек – wallet. Весна – это spring. Когда у вас N, G идет в окончание, то вы G не читаете. Просто spring. Лето – это summer. Осень – autumn. Зима – winter. Видеть – sea. Если я достаточно быстро читаю слова, вы можете просто переменять назад и заново прослушать их произношение. Следующее. Завершать работу. Finish work. Добираться до дома. Get home. Get, если вы обратили внимание, используется в огромном количестве выражений. Поэтому не удивляйтесь, что когда-то get – это получать, когда-то добираться, а когда-то get – вообще может переводиться как покупать. Это английский, и таких ситуаций будет много. В данном примере get home – это именно добираться до дома. Check. Проверять. Курить – это smoke. Поздно вставать. Get up late. Имеется в виду, когда вы поздно просыпаетесь утром. Answer – отвечать. Wear – носить. Носить, как правило, на себе что-то, да? Я ношу футболку, например. И спать на протяжении 7 часов. Sleep for 7 hours. For – ставить как раз показать на протяжении. Поэтому не обращайте на это внимание. Просто выучите как устойчивое выражение. В описании к этому видео у вас будет практика. Скачиваем PDF-файл, печатаем, делаем задание. Конечно, перед этим лучше все повторить. Ну и затем вы можете свериться по ответам, которые будут через несколько секунд. Поэтому ставим на паузу, все делаем и переходим к проверке ответов. Итак, теперь давайте с вами посмотрим на ответы по 13 уроку. И самое первое задание нужно было с вами составить вопросительное предложение. Итак, если мы с вами посмотрим на оригинальное предложение, то оно звучало следующим образом. Sam to watch TV. Вам нужно было его переделать в вопросительное. Итак, давайте с вами вспомним, что нужно сделать для того, чтобы сделать вопросительное предложение с действием. Обратите внимание именно с действием. Потому что мы можем делать вопросительные предложения еще и без действия. Там отдельный сценарий. Но тут именно с действием. Итак, нам нужно с вами, когда у нас есть действие, нам нужно с вами поставить do или does на первое место. Если Sam, это он, he, she, it, поэтому у нас, значит, это будет does. И у нас получается does Sam watch TV. Обратите внимание, у нас нет окончания, у нас не watches, у нас первая форма. Потому что есть такое правило, когда у нас есть вспомогательное глагол do, does, всегда идет первая форма. Итак, следующее. Does he wear sunglasses? Он носит очки. Do you see those birds? Ты видишь всех птиц? Does Jack get up late? Jack встает поздно. Do they get home every evening? Они приезжают домой каждое утро. Do we check the key every day? Мы проверяем ВКонтакте каждый день. Does Mick eat fast food? Mick ест fast food? Do you like winter? Тебе нравится зима? То есть все эти предложения вы видите сейчас перед собой. Это то, как нужно было вставлять вопросы. Все остальные предложения строятся, в принципе, по такому же сценарию. Повторяем теорию, проверяем все эти ответы. У вас должно быть все именно так. Итак, смотрим с вами на данное задание. Номер один. Do you have a car? У тебя есть машина? Мы отвечаем yes, I do, либо no, I don't. Как я вам уже и говорил, для того, чтобы построить краткие ответы, мы должны с вами опираться на сам вопрос. То есть если в вопросе идет do или does вначале, это значит, что и в кратком ответе у нас идет do или does. Что у нас получается? Сначала мы говорим yes, да. Потом мы ставим кто. То есть кто мы говорим тут про себя. Значит, I. Ну и первое слово от вопроса yes, I do. То есть do у нас тоже должен быть и в кратком ответе. Либо no, I don't. То есть смотрим, что у нас тут получается. No, потом опять кто я. И только тут мы с вами не просто do ставим, не no, I do, а no, I don't. Так просто лучше звучит. Запомните это. Does your father smoke? Yes, he does. Либо no, he doesn't. Снова с вами смотрим. Yes, потом про кого мы говорим. Про от сайта он. Yes, he. И смотрим с вами. У нас вопрос начинается с does. Значит, и в кратком ответе does. Yes, he does. Либо no, he doesn't. Следующее. Do your parents work in summer? Твои родители работают летом? Yes, they do. Либо no, they don't. Yes, потом кто они? They и do. Либо no, they don't. Следующий вопрос. Are you happy? Ты счастлив? Yes, I am. Либо no, I am not. Тут давайте снова вспомним с вами теорию. Мы с вами говорили, что предложение мог начинаться с do или does. Либо они могут начинаться с to be. Если они начинаются с to be, это значит, что вы в кратком ответе должны употребить to be. To be это наше am из а. Я думаю, что вы уже помните. Итак, давайте посмотрим. Are you happy? Мы говорим yes. Сейчас потом ставим кто. Кто это вы про себя говорите? Значит, I. И ставим также to be, потому что вопрос идет to be. To be какой с I сочетается? Это am. То есть мы не говорим yes, I are, потому что в A идет вопросе. Мы не говорим так, потому что с I A не сочетается. В вопросе стоит A, потому что там есть you. Но вы же не про кого-то отвечаете. Вы отвечаете про себя, соответственно, если вы берете I, то вы сочетаетесь с нужным to be. А нужный to be для I это am. Yes, I am. Либо no, I am not. Следующее. Does your mother like flowers? Твоя мама любит цветы? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, потом кто? She и does. Первое слово от вопроса. Do you write books? Yes, I do. Либо no, I don't. Does your father worry about you? Твой папа беспокоится о тебе? Yes, he does. Либо no, he doesn't. Ну и последнее. Are they students? Они студенты? Yes, they are. No, they aren't. Я надеюсь, что тут все предельно понятно. Краткие ответы. Это очень сложная тема. Ну и переходим с вами к последнему заданию. Вам нужно было составить из этих слов вопросительное предложение. Окей, давайте проверять. Сейчас я зачитаю вам все предложения. Переведу их для вас, для того, чтобы у вас развивалось и произношение, и вы понимали весь смысл, а потом просто сравните с своими предложениями. Тут все идет в нужных местах. То есть do, does у нас идет всегда в начале, потом идет подлежащее, потом идет глагол. Все как всегда. Does Ben speak English at school every day? Бен говорит по-английски в школе каждый день. Do you play computer games? Ты играешь в компьютерные игры? Does she like spring? Ей нравится весна. Does Mike have credit card? У Майка есть кредитная карта? Do they repeat new words? Они повторяют новые слова. Do you ask about recent news? Ты спрашиваешь о недавних новостях. Does Nick do housework every evening? Ник делает работу по дому каждый вечер. И do they like animals? Им нравятся животные? Тут все предельно просто, и я думаю, что вы прекрасно справились с этой темой. Увидимся в следующем уроке. Продолжение следует...